Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Основные положения программы для беженцев из Украины – соотечественник. Что важно знать? Предприятие Анапы предлагает вакансии для вынужденных переселенцев из Украины. Фотоконкурс продолжается. Ловите красивые моменты и присылайте на конкурс «Пять причин приехать в Анапу». Победители получат путевки в анапские здравницы. Сейчас обо всем подробнее. Межведомственное взаимодействие в работе с гражданами Украины. В администрации города-курорта прошел совместный с миграционной службой прием беженцев. Пришедшим на него начальник отдела УФМС Андрей Дубошин разъяснял условия участия в программе «Соотечественники». Спешно покидая родную страну, граждане Украины иногда даже документы взять не успевают. Так получилось и в этой семье. Бабушка выехала с двумя внучками и без паспортов, что делать дальше, растерялись. Если утрачены документы, то мы имеем право завести дело по установлению личности. Достаточно будет двум родственникам или двум знакомым подтвердить личность, чтобы мы могли выдать какой-то документ с фотографией, по которому вы можете дальше ходить. В Анапе организован пункт гуманитарной помощи вынужденным переселенцам. Талоны выдают в администрации города. Да, я там покушаю. Ну, дай Бог. Все будет замечательно. Да, ну, надо все. Украину забрать. Ну, все. Не плачь. Спасибо. Благодарят и родители первоклассников. Планы сотни украинцев в этом году отправить детей в школу в первый класс реализуют в Анапе. Причем и школу подбирают, максимально учитывая и направление образования, и место фактического проживания. Чтобы закрепить первоклассника за школой, родителям необходимо собрать минимум документов. Сделайте формию свидетельства о рождении вашего ребенка, при пасхе, либо он там в школе сделает. Напишите заявление, ваш ребенок будет закреплен за школу. Учебники вам будут дадут. Молодая мама с грудничком в Анапе временно оформляет статус временного убежища. В планах на будущее переезд в Алтайский край. Уже на постоянное место жительства. Вам надо будет прийти в федеральную агрессионную службу. Шевченко 237. 16-й федерний. И получил документы на оформление статуса. То есть вам сразу предлагают несколько вариантов. Вы должны определиться. Чтобы вам переехать в другой регион, вы здесь должны получить статус временного убежища. Получив этот статус временного убежища, вы определяетесь с регионом и пишете заявление о том, что вы желаете переехать по государственной программе пересечения в такой-то регион. Мы запрашиваем этот регион. Оттуда приходит подтверждение, что они готовы вас принять. Мы вам покупаем билеты. И вы по этим билетам приезжаете туда, там вас встречают и начинают заниматься. Правила оформления статуса временного убежища разъясняют всем заявителям и в администрации города-курорта, и в отделе УФМС ежедневно в рабочие дни. Оформление статуса временного убежища на территории Российской Федерации дает право иностранному гражданину с этим статусом закона находиться на территории Российской Федерации в течение года, работать на территории Российской Федерации без получения каких-либо дополнительных разрешений, а также дает ему право участвовать в дальнейшем в государственной программе переселения соотечественников, получение разрешения на проживание в Российской Федерации, оформление вида на жительство, приобретение гражданства Российской Федерации. В большинстве обращений за консультациями граждан Луганской и Донецкой областей Украины вопросы о порядке оформления статуса временного убежища и возможности трудоустройства. Напомним, специалисты УФМС ведут прием в рабочие дни по адресу улица Шевченко, 237. И в продолжение темы. Ярмарка вакансий для беженцев из Украины и выездной прием специалистов отдела УФМС и управления образования прошел в Центре культуры Родина. Надежда Демина приехала в Анапу из города Антрацит Луганской области. На родине остался дом, хозяйство и работа. Спокойное течение обустроенной жизни резко изменилось. Мы в общем жили там и неплохо жили. И у нас был свой дом, и у нас было хозяйство. А тут мы запутались чуть-чуть. У Надежды несколько вопросов. И к работодателям ей необходим легкий труд из-за инвалидности. К представителю отдела УФМС, как правильно оформить документы и с чего начать. И к специалисту управления образования. Внучке в этом году в первый класс. Дочка беременная, и это в первый класс ее надо оформлять. И поэтому не сообразим, что у нас с регистрацией. Нам надо регистрацию, чтобы нас оформили на работу или куда-то, или как-то. В первый класс в этом году пойдет и Илья Семененко. Узнают с мамой, как правильно закрепиться за школой. Да, пойдет в Каль, даже канцелярию выдадут на первое время. Какую школу? В 15-ю Гастагаевская столица. В выездной приемной ярмарке вакансий проводят специалисты отдела УФМС по городу Анапа и управление образования. Тем, кто уже разобрался с бумажной волокитой и готов устроиться на работу, представители анапских предприятий предлагают вакансии. Санаторий Анапа-Океан, отели Кагранд-Прибой, смена Делуч и Почта России готовы трудоустроить граждан Донецкой и Луганской областей, получивших статус временного убежища или патент на работу. Сегодня мы проводим ярмарку вакансий для граждан Украины, прибывших из Луганской и Донецкой областей. У нас представлены 8 предприятий. Это в основном, конечно, санаторно-курортная отрасль, также Почта России и сельскохозяйственное предприятие УПХ Анапа. Всего около 200 вакансий. Также мы представляем вакансии от базы центра занятости, около 4000 вакансий, и вакансии других регионов. На рынке труда востребованы высококвалифицированные специалисты, работники со средним специальным образованием. Есть вакансии, не требующие специальной подготовки. Сейчас в разгар курортного сезона востребованы профессии именно санаторно-курортной отрасли. Это и повара, пухрабочие, официанты, горничные, дворники, озеленители, врачи, медсестры, но и в преддверии начала учебного года также учителя, преподаватели, воспитатели в детские сады. Все это очень востребовано на сегодняшний день. Средняя зарплата 15-20 тысяч. Полный перечень вакансий и правила оформления документов для трудоустройства подскажут специалисты Анапского центра занятости. И всегда готовы дать консультации сотрудники отдела УФМС и управления образования. Адреса на экране. Два месяца назад в эфире нашего телеканала вышел сюжет о стихийной свалке на трассе в районе Хутор-Куток. По дороге на дачу продолжает работать группа контроля. В сюжете мы показывали кадры, где хорошо видны номера машин и лица тех, кто ежедневно оставляет бытовые отходы на обочине. Свалка здесь запрещена. Администрация станицы Анапской борется с нарушителями. И результаты этой работы уже заметны. Незаконная стихийная свалка возле дачных кооперативов уже давно беспокоит неравнодушных жителей курорта. Никаких правоостанавливающих документов на организацию свалки мусора в этом районе не выдавалось. Тем не менее, свалка есть. Бытовой и строительный мусор оставляют ежедневно, зная наверняка, здесь работят скрыто камеры наблюдения. Но и этот факт нарушителей экологического баланса не останавливает. Мы больше 200 машин вывезли только с посадок мусора. Это стихийные свалки только что делаем и убираем. И работа сложная, работа необычная. Но мы боремся, назад сдаваться мы не будем. Мы будем идти до конца и сделаем все, чтобы победить эту проблему. Сотрудники администрации Анапского сельского округа приглашают жителей незаботящейся о экологии чистоте своего города на беседы. Проводят профилактические мероприятия. Если раньше каждый день с места свалки вывозили мусор спецтранспортом, теперь количество отходов до 15-20 мешков в день. Маленький, но уже результат. Как вы видите, это вот набросали за 4 дня. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к гражданам и сказать, что перестаньте делать вот этот бардак. Начните себя уважать. Каждый уважающий человек себя никогда в жизни не позволит сделать вот это, то, что они делают. Каждый должен понимать, что они калечат природу и подрывают имидж города-курорта Анапы. И это очень важно. Чистота в городе и сельских населенных пунктах зависит от самих жителей. Чисто там, где не мусорят и не оставляют мешки с отходами на обочинах дорог. Для мусора установлены специальные контейнеры. Неизвестно, что движет людьми, которые создают стихийные свалки. Потому что вывалить гору мусора в своем доме может далеко не каждый здравомыслящий человек. Пять причин приехать в Анапу. У каждого участника конкурса, организованного администрацией города, выглядят по-разному. А повод принять участие у всех один. Себя показать и выиграть главный приз – путевку на отдых в одной из анапских здравниц. 20 человек уже заявили свои права на победу. Некоторые конкурсанты так мечтают о победе, что уже к отправленным присылают новые работы. Людмила Котовская из города Заполярный Мурманской области предоставила еще одну фотографию с миллионом алых роз на аллеях Анапы. Краснодарский край, Анапа, много солнца и тепла. Здесь здоровье поправляют взрослые и детвора. Такими строчками сопроводила свои работы Анжела Беглова, жительница города Рудный Кастанайской области Республики Казахстан. Фото с улыбающимся ребенком на фоне курортных красот «Ее пять причин приехать в Анапу». Свои работы из Кирова прислали Денис и Людмила Журавлевы, у которых после отдыха в Анапе в августе 2011 года остались яркие впечатления и фотографии. Одна из них называется «Обязательно вернусь». Напоминаем, фотоконкурс «Пять причин, по которым стоит приехать в Анапу» продлится до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены в феврале 2015 года на ярмарке путевок детского и семейного отдыха. Анапа – самое яркое солнце России. Председатель жюри конкурса, глава города-курорта Сергей Сергеев. В состав жюри входят фотохудожники Игорь и Ольга Улько, сотрудники управления по санаторно-курортному комплексу и пресс-службы администрации. 23 и 24 августа в этнокультурном комплексе «Атамань» пройдет краевой фестиваль «Легенды Тамани». Главная тема фестиваля в этом году – празднование 220-летия Таманского храма Покрова Пресвятой Богородицы, заложенного казаками-первопоселенцами. Утром 23 августа в 8 часов в храме начнется божественная литургия, после которой состоится крестный ход до места освящения поклонного креста и освящения места под строительство нового храма. В этот же день все желающие смогут приложиться к животворящему кресту Господню, который 22 августа прибудет на Кубань из Арзамаса и проводит в Таманском храме 4 дня. Крест – это не просто святыня, это не только объект поклонения, это сила и помощь во всех наших делах. Если мы заболеваем, мы преклоняем колени перед крестом. Вот потому привезенная святыня из Арзамаса, где она хранится, как свидетельствуют очевидцы, с 17-го столетия, которая всегда помогает людям – это великая честь и благословение земли Кубанской. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка «Великого клоуна». Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! В пятницу 22 августа в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29, 31, ночью 22 градуса тепла. Ветер переменный северо-восточного и северо-западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова